У нас самым главным наградой, вот как раз даже не золотая медаль, а вот когда спрашивают, какие у вас регалины есть, я всегда говорю, лучше субболезнь страны такого-то года, и все, знаете, уже не надо там объяснять ничего, это значит на телевидении тебя будут слушать, потому что ты вроде бы играл, ты что-то понимаешь, вот, но я хорошо помню, что, ну мы сегодня в принципе отмечаем не только вот тех, которые сидят здесь, но самое главное газету, что я учился по этой газете, вот когда там были статьи Маслова и писал Виттенберг, да, его Никита Павлович, да, Виттенберг, ну Вит, было подписано Вит, когда рассказывали Никита Павлович, Константин Иванович, я просто учился в футбол играть по этой газете на самом деле, а самое интересное, что в 1972 году Спартак занял 11 место, и удивительно, что я был признан лучшим футболистом страны, и я тогда в конце года чувствую, что вроде ничего играю, и концовку очень хорошо за сборную сыграл, Геш Киллгофетов, говорю, Геш, наверное, меня признают, он говорит, нет, я говорю, почему, он говорит, как же он сказал, он говорит, поблесите не то, честно сказать, я с того времени никак не пойму, что такое поблесите, откровенно, говоря, вот так и не дошел до этого, и еще у меня Никита Павлович так привел наш президиум к тому, что такие шутливые вещи рассказывают, я расскажу одну вещь, я когда-то пришел к Леву Ивановичу Филатову, незабвенному, и говорю, Лев Иванович, ну играют же, договорники играют, а мы там не играем вроде бы, он говорит, а он так культурно всегда, он говорит, Женя, вот тут у меня 16 тренеров высшей лиги сидело, и каждый из них говорил, все играют договорники, а я под билет положу, что мы не играем, все 16, говорит, здесь были, вот, поэтому я могу сказать только одну вещь, что для меня, сейчас много, советский спорт, мой любимый, в котором я работаю, спорт экспресс, и много-много проводят свои конкурсы, свои названия, но для меня всегда лучший футболист страны определялся газетой футбол, и слава Богу, честно говоря, спасибо вам!